На космодроме Байконур принято решение о допуске транспортного грузового корабля прогресс МС-16, заправки комбинированной двигательной установки и системы дозаправки космического аппарата. Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку в монтажно-испытательном корпусе площадки номер 254. В соответствии с графиком работ на заправочной станции специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса выполнят плановые работы по заправке грузового корабля прогресс МС-16 топливными компонентами и сжатыми газами. После завершения заправочных операций корабль вернется на площадку номер 254 для продолжения предполетной подготовки. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем прогресс МС-16 запланирован в феврале этого года. Экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию пересек так называемый «Экватор орбитального полета». Ощущение никак не меняется, просто вы работаете с панелями на потолке так же, как если бы они находились перед вами на стене. Напомним, запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-17» с экипажем МКС-64 в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Куть-Сверчукова и астронавта НАСА Кэтлин Рубенс состоялся 14 октября 2020 года. Возвращение на Землю запланировано в апреле этого года. Бортинженер экспедиции МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, активно ведущий аккаунты ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм, за это время получил более 500 самых разных вопросов от интернет-аудитории. Дорогие подписчики, вас становится все больше и больше. А значит, возрастает количество вопросов, на которые я рад буду ответить. Космонавт Роскосмоса отобрал вопросы о проводимых научных экспериментах, уровне радиации, быте на МКС и многом другом. Как сообщил Куть-Сверчков, большую часть мероприятий в рамках подготовки к интеграции модуля наука в российский сегмент МКС выполнит уже следующий экипаж. Именно ему предстоит подготовить к отстыковке модуль ПИРС, на место которого прибудет модуль наука. Также Сергей Куть-Сверчков прокомментировал тематику НЛО. Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел. КОНЕЦ Более 70% информации получено техническими средствами центров дальней космической связи в Калязине и Медвежьих озерах. Радиотелескопы оснащены современным оборудованием, часть которого произведена специально для этих проектов. Модернизация станций позволила полностью интегрировать российскую систему в состав Международного наземного комплекса приема данных управления межпланетными миссиями Европейского космического агентства в соответствии с международными стандартами. Сейчас российские системы способны работать с любыми аппаратами в дальнем космосе — отечественными, европейскими и американскими. Тем временем камера CASIS, установленная на борту аппарата Trace Gas Orbiter российской и европейской миссии ExoMars 2016, сделала 20-тысячный кадр Марса. На фотографии видна гряда Солнца — участок рельефной системы мелких хребтов на огромном вулканическом плато под названием Форсида. Исследование хребтов, их распределение и направление может пролить свет на подробности сложной и динамичной геологической истории Марса. Та задача, которая была перед нами поставлена в проекте ExoMars на спутнике ТГО, заключалась в том, чтобы на основе понимания, что много воды и есть обширные области с высоким содержанием воды, понять уже с высоким пространственным разрешением, где конкретно. Вот есть, например, гигантский каньон Валис-Маринарис. Там в локальных областях присутствуют какие-то районы, где воды очень много. Мы сейчас уже наблюдаем воду на Марсе с разрешением порядка нескольких сотен километров. Это уже сопоставимо с горными районами, с окрестностью каких-то гигантских вулканов или низменностей. И это, по сути дела, помогает, сейчас уже начинает помогать, и я думаю, что в процессе миссии эти возможности у нас будут появляться все больше и больше, помогает понять, каким образом эта вода именно в этом конкретном районе накопилась в процессе вот этой эволюции. От теплого и влажного Марса к современному, холодному, замерзшему Марсу, какие процессы происходили его как бы гидровогической эволюцией. Параллельно госкорпорации «Роскосмос» и Европейское космическое агентство готовятся ко второму этапу миссии «Экзомарс» — запуску посадочной платформы «Казачок» и ровера «Розалинт Франклин» на его борту. Сейчас идут тесты, все эти тесты происходят в городе Канн во Франции, там испытания идут, электромагнитная совместимость, там вакуум и так далее, там большие. Как раз те вот оборудования для таких испытаний именно там находятся, потому что сам аппарат довольно большой, не везде имеются такие большие камеры. Отрабатывается, естественно, мотобеспечение для миссии. Коллеги из Славочкина, они участвуют в этих испытаниях, идет интеграция аппарата. Где-то весной планируется перевезти аппарат уже из Канны в Турин, там продолжается работа именно с мотобеспечением, ну и уже оттуда потом в следующем году на Байконур. Предполагаемый фосфин в атмосфере Венеры оказался обычным диоксидом серы. В сентябре минувшего года иностранные астрономы объявили о предполагаемом обнаружении химического соединения фосфина в плотных облаках Венеры. Сообщение, основанное на наблюдениях, проведенных при помощи двух наземных радиообсерваторий, удивило многих специалистов по Венере. В атмосфере Земли фосфин проявляется только как результат деятельности живых организмов. Для проверки этого заявления команда ученых смоделировала радиосигнал, испускаемый фосфином в атмосфере Венеры и установила, найденный осенью элемент жизни всего лишь диоксид серы, разновидностей которого очень много в атмосфере соседки Земли. 2 февраля в 23 часа 45 минут по московскому времени со стартовой площадки космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Новый спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами главного испытательного космического центра имени Германа Титова космических войск ВКС. Международная команда астрономов открыла явление, которое может оказаться вихрем из пыли и осколков, движущихся по орбите вокруг молодой звезды. Вероятно, в центре этого вихря формируется новая экзопланета, которая обращается вокруг звезды по очень узкой орбите. Астрономы отметили кольцо теплой тонкой пыли, находящейся примерно на таком же расстоянии от звезды, как Меркурий от Солнца. К удивлению ученых, одна часть этого кольца оказалась более яркой, то есть более горячей по сравнению с остальным кольцом. Горячее пятно двигается вокруг звезды с периодом около одного месяца. 3 февраля 1966 года впервые в мире советская станция Луна-9 осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марий. В течение двух суток со станцией было проведено 7 сеансов радиосвязи общей продолжительностью свыше 8 часов для передачи научной информации. Была осуществлена, наконец, первая мягкая посадка на Луну, станция Луна-9. Я помню тот восторг, который был и у меня, и у моих коллег, когда мы смотрели на эту поверхность Луны в непосредственной близости, когда можно было видеть поверхность с разрешением буквально в сантиметры, когда было подтверждено пророчество, я бы сказал, Сергея Павловича Королева, что Луна не покрыта толстым слоем пыли, что на ней можно осуществлять посадку, что у нее достаточно хорошая несущая поверхность. Первые в мире телевизионные изображения поверхности Луны передавались в течение четырех сеансов при различных условиях освещенности. Панорамы лунной поверхности дали возможность изучить микрорельеф лунного грунта, определить размеры и форму впадин и камней. Было проведено спектрофотометрическое исследование лунной поверхности в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Длительность активного существования станции на поверхности Луны составила 46 часов 58 минут. Полет автоматической станции Луна-9 открыл эру контактного исследования небесных тел Солнечной системы. Туманность Тарантула в искусственных цветах. Снимок сделан Томом Петером. Общее накопление сигнала, снятого с помощью узкополосных фильтров, 38 часов. Туманность Тарантула находится в спутнике Млечного пути, галактике Большое Магелланово облако. Транзит Международной космической станции по диску Луны. Снимок сделан с помощью 8-дюймового телескопа Шмидта-Кассегрена. Длительность пролета станции по диску ночного светила всего 1 секунда. Автор Дэйв Кейт. Ночной пейзаж в Северной Америке. 21 января. Луна в фазе первой четверти осветила заснеженные горы, запечатленные на переднем плане ночного пейзажа. Эффектная пара горных вершин, известная как Львы, расположена севернее города Ванкувер. Яркая красная туманность. Северная Америка и пеликан в созвездии Лебедя. Снимок сделан Лираном Герцманом. Вопрос от нашего зрителя Петра Смирнова. Правда ли, что шум на МКС сравним с шумом взлетающего самолета? На Международной космической станции довольно громко работают вентиляторы, которые перемешивают воздух. Ведь в невесомости нет конвекции. Теплый воздух не поднимается, а холодный не опускается. Для создания благоприятной атмосферы с комфортным микроклиматом вентиляторы в модулях станции работают непрерывно, создавая шум, равный 65 дБ, что сравнимо с громким разговором на расстоянии одного метра или работой пылесоса. Вот этот шум, который ты сейчас слышишь и все остальные ребята, это шум как раз от работающих вентиляторов, которые находятся у нас здесь везде за панелями и даже в объеме. Взлетающий самолет производит более интенсивный шум, до 110 дБ. Если стоять близко, можно повредить слуховой аппарат. Шум на станции, как отмечают многие космонавты, поначалу действительно немного мешает. Чтобы нормально спать, экипажи часто используют беруши или специальные наушники с активным шумоподавлением. Но через некоторое время слух космонавтов адаптируется. Шум станции становится белым, фоновым. А вот остановка вентиляторов на МКС говорит о проблемах в системе и воспринимается как своеобразная сигнализация. На сегодня все. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakativiruscosmos.ru До встречи в среду в космической среде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова